Неприятный конец недели для Тампы и ее лидера. До абсолютного рекорда НХЛ, который в разное время был установлен Тинни Тампсоном, Туни Боросе, Янасом Хилером и Сергеем Бобровским и составлял 14 побед подряд, Андрею оставалось всего ничего, но свой шанс войти в историю Лиги он, увы, упустил. Не случилось даже 13-й победы, так как в ответной встрече Долас все-таки сумел обыграть своего соперника по прошлогоднему финалу. В том матче Васильевский совершил 37 сейвов, но все равно пропустил 4 шайбы, в том числе и решающий гол от Раупихенца за 1 минуту 20 секунд до конца третьего периода. Обнулившись, Васильевский сегодня вышел на игру с Каролиной, но она тоже принесла россиянину мало позитива. Первый-то период гостевого поединка сложился для Мол неудачно, уже к шестой минуте Тамп повела 2-2 и точие ноль. А вот в начале второго отрезка Васильевский пропустил 2 гола за минуту. Сначала обидно выронил шайбу после броска бывшего одноклубника Седрика Пакета. Тампа отыгралась в самом начале третьего периода, но затем игроки Мол не наверняка испытали дежавю, снова пропустив решающий гол на последних минутах третьего периода. Отличился неугомонный ничас, а Васильевский, закрытый Джорданом Стаалом, ничем не смог помочь своей команде. Таким образом, Тампа всего во второй раз в сезоне потерпела второй подряд поражение в основное время. Каролина, кстати, вплотную подобралась к молниям в таблице центрального дивизиона. Ну, а Андрей Васильевский вместо рекорда НХЛ получил 8 шайб в свои ворота за две игры. Неудачный конец недели для русского голкипера. Но нет никаких сомнений, что впереди Андрея ждет множество новых побед, новые рекорды и индивидуальные призы. А плохие дни бывают у каждого.